Привет, сегодня будет распаковка муравьев из Испании, поехали! Сегодня ко мне приехали два вида муравьев, а именно Месар Капитатус и Компонос Пеликорнис. Этих, а также многие другие виды муравьев вы можете купить в моей группе ВКонтакте. Ссылка на нее находится в закрепленном комментарии. Также в будущем на канале про эти два вида у меня обязательно будут еще обзоры, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Коробку с этими муравьями я, к сожалению, показать не могу, потому что она была довольно большая и я ее вскрыл за кадром. Ну и давайте посмотрим, как к нам приехали муравьи, хорошо ли они себя чувствуют и живы ли они вообще. Первыми у нас на очереди Месар Капитатус, приехали они вот в таких небольших пробирках пластиковых. Должно приехать 10 маток, надеюсь, все они живы. Распаковываю этот небольшой сверток и вижу, что как минимум первая матка жива. Чувствует она себя довольно хорошо и это радует. Их, конечно, сейчас надо срочно переселять, потому что воды в этих пробирках уже совсем мало. Похоже, что все 10 маток живы и чувствуют себя довольно хорошо. Отлично, переходим к распаковке следующего свертка, здесь у нас должны быть компоносы Пеликорнис. Надеюсь, с ними тоже все хорошо, давайте посмотрим. Пеликорнисов тоже должно приехать 10 маток и, судя по всему, они в более лучших пробирках, чем Месар Капитатус. Кстати, сразу скажу, что ни один из этих видов я себе оставлять не буду, ну, потому что мне он лично не очень нравится. И сейчас у меня достаточно колоний, я себе больше новых муравьев не хочу, пока что. Ну что, смотрим, как к нам доехали муравьи и первая матка жива, это очень хорошо. Приехали они вот в таких небольших стеклянных пробирках, их, конечно, тоже я буду пересаживать. Давайте распаковывать дальше. У маток Пеликорнисов и Капитатусов пока что нет расплода, но это нормально и скоро он должен появиться. Как я вижу, все 10 Пеликорнисов тоже живы, и это очень хорошо. Несмотря на то, что сейчас уже довольно прохладно, все муравьи доехали живыми. Напоминаю, что Пеликорнисов и Капитатусов вы можете купить в моей группе ВКонтакте. Ссылка на нее находится в закрепленном комментарии. Давайте теперь пару слов скажу про муравьев. Пеликорнисов это довольно-таки классические кампы. Например, от Ников или Крюнтатусов они отличаются только расцветкой, а по всем остальным характеристикам плюс-минус такие же. Про их характера пока что сказать не могу, потому что рабочие еще не появились. Капитатусы с первого взгляда мало чем отличаются от структоров, но они более агрессивные. Это даже видно по матке. А еще у них есть солдаты с реально большой головой. Да и в принципе Капитатусы чуть более крупнее и массивнее мутикусы. Ну ладно, подробнее о них я расскажу в обзорах. Ну а на этом наше видео с довольно-таки короткой распаковкой подходит к концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ссылка в закрепленном комментарии, на мой Телеграм-канал и группу в Телеграме. Ссылка тоже в закрепленном комментарии. А также подписывайтесь на мой Бусти, там выходят видео раньше, чем на Ютюбе, а также там есть эксклюзивный контент, которого больше не будет нигде. Ссылка на Бусти также в закрепленном комментарии. Ну а на этом все, всем удачи, всем пока-пока.